Приветствуем наших зрителей! Тема нашего выступления Блогерство как средство социальной реабилитации инвалидов Сначала дадим определение Блог – это особый вид интернет-ресурса Основное содержание которого – регулярно добавляемые записи Как правило, эти записи могут комментировать зрители Таким образом, блогер, то есть владелец этого ресурса Общается со своими зрителями Кстати, записи могут быть видео, тогда это видеоблог Записи могут быть текстовые, это текстовый блог Записи могут быть просто какие-то картинки Могут быть мультипликация, все что угодно может быть в блоге Социальная реабилитация – это совокупность мероприятий По взаимодействию личности и общества В результате которых инвалид включается в систему общественных отношений Ну и в результате всего этого у него и развитие личности И повышение качества жизни И востребованность в обществе Блогерство – это относительно новый способ социальной реабилитации Поэтому не все умеют блогерством пользоваться Мы сами блогеры относительно начинающие Нашему ютуб каналу чуть-чуть меньше чем 2 года У нас примерно 1800 подписчиков Это не очень много Каждую пятницу у нас прямой эфир Встреча со зрителями Записываем видео мы на самые разные темы Это и наше творчество Самая любимая наша тема – это про отношения церкви и общества Аналитические размышления Потому что мы в этой области лучше всего разбираемся У нас богословское образование Мы надеемся, что наш опыт будет кому-то полезен У инвалида главная социальная проблема Это его ограниченные возможности Собственно, из-за которых у него и есть инвалидность И как следствие этого ограничен круг общения Нет ни работы, ни учебы, ни компании Потому что имеющиеся ограничения этому мешают вот Социальная реабилитация имеющиеся проблемы устранить не сможет Но у нее другая задача Сделать так, чтобы эти ограничения Не мешали другим качествам этого человека реализовываться И чтобы он был уже не инвалид, то есть ущербный А чтобы он был просто не такой, как все Например, наши зрители не верят, что вот моя жена, она инвалид с детства Причем по психике Да, что самое удивительное Например, опорно-двигательному инвалиду тяжело куда-то дойти Ментальнику Тяжело во время собраться Тяжело быстро и четко сформулировать мысль и прочее А блогеру не нужно даже выходить из дома Блогера никто не торопит Блогер предлагает обществу то, что он может И может хорошо Он интересен своим подписчикам Подписчики его любят, подписчики ждут его новые записи Это стимулирует на деятельность И блогерство оно стимулирует и к расширению кругозора, к обучению Потому что зрители, к примеру, просят про что-то рассказать Значит, это что-то сначала надо изучить Блогер показывает своей аудитории только то, что у него получается Красиво и интересно Например, если человек не может ходить, то он будет снимать себя сидящим в кресле И никто не узнает, что у него какие-то проблемы с ногами Если человек не может говорить, например, или заикается, или дефекты речи как при ДЦП То он будет писать, у него будет текстовый блог И тоже никто не заподозрит, что с ним что-то не так Если человек стесняется своей внешности То он может освоить просто анимацию И он будет как мультяшный персонаж Очень даже востребованный жанр То есть зрители будут видеть только то, что человек показывает в эфир Для инвалида особенно ценно Все его недостатки и ограничения остались за кадром Если сравнить блогерство с известными способами социальной реабилитации инвалидов Такими как обучение чему-либо, творчество, клубное общение, рукоделие, религия То во всех этих областях блогерство не мешает Но наоборот дает дополнительные возможности Если просто чему-то учить инвалида То довольно быстро он задумается А зачем учиться? Например, ну зачем мне английский язык? Я же на свою маленькую пенсию никогда не смогу поехать за границу Ну а у блогера есть стимул Он изучает то, что ему нужно для этого блогерства Тот же английский язык, например, может быть нужен, чтобы по-своему переводить иностранные фильмы Это очень востребовано С творчеством проблема в том, что если ты не обладаешь особыми талантами То, скорее всего, всю жизнь простоешь в массовке чужих спектаклей А блогер, он всегда сам в главной роли Просто общение имеет тоже недостаток Что с теми, кто доступен, увы, неинтересно Ну это классика Молодому инвалиду хочется устроить свою личную жизнь Вполне нормальное желание Но поэтому вот ему будет совершенно неинтересно с бабушками, которые ходят в районы ЦСО Блогер, он будет искать себе друзей по интересам Может быть, какой-нибудь клуб знакомств даже организует для инвалидов У нас есть несколько таких знакомых Сейчас очень популярно рукоделие Как средство реабилитации инвалидов Все понятно, развивает мелкую моторику Ну а куда потом девать продукцию? Блогер эту продукцию может использовать как реквизиты Какой-нибудь, ну вот, будет сидеть у него на плече попугай Его же изготовленный Или на коленях котик тряпичный Или какая-нибудь кукла в руках И это будет очень креативно смотреться И круто Дрителям очень интересно, когда у блогера в руках что-то необычное Ну и, наконец, самый древний способ реабилитации инвалидов Эта религиозная жизнь имеет, правда, главную трудность До религиозного учреждения надо еще добраться А там еще и многолюдно Ну да, тему реабилитации инвалидов с помощью религии Это еще Петр Первый придумал Монастырь обязал заботиться об инвалидах Даже здоровому человеку, особенно в православном храме И особенно на церковный праздник В общем-то, выстоять в храме довольно тяжело Сейчас стали популярны онлайн-трансляции богослужений И молитвы по соглашению Ну вот лично мне на Пасху и на Рождество Легче молиться у телевизора, чем стоять в храме на одной ноге И ссояться с ближними за место для другой ноги А мне все равно в храме нравится Ну вот и про ошибочное мнение Вот существует ошибочное мнение, что блогерство очень просто Снял любой выпуст и миллион просмотров Миллион просмотров любой глупости будет Если эту глупость снял кто-то очень известный Например, артист или политик Существует еще другое ошибочное мнение Что блогерство это очень сложно Надо в чем-то очень хорошо разбираться И быть очень креативным Но это тоже не так Можно найти много тем, которые интересны Вам и вашим зрителям И существует мнение, что блогерство это пошло и вульгарно Это тоже не так, просто скандалы чаще показывают по телевидению Чем что-то позитивное и конструктивное Почему так, это вопрос к телевидению Это точно Ну и главный вопрос А с чего начать-то? Ответ простой С производства контента То есть надо что-то снимать, что-то рисовать, что-то писать То, что вы будете предлагать вашей аудитории То есть создавать информационный продукт Который вы будете показывать вашим зрителям Самое главное для блогера Это регулярность Лучше сделать не особо качественно Чем публиковать нерегулярно Ну, в общем-то на этом и все Что мы хотели сказать про социальную реабилитацию инвалидов С использованием блогерства Если есть вопросы, заходите к нам на YouTube канал И по пятницам 21.00 и допоздна Задавайте нам в прямом эфире Самые разные вопросы В том числе и самые провокационные Мы будем рады ответить вам на любые ваши вопросы А на этом все, до свидания Спасибо за внимание Продолжение следует...